Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире указ президента республики Западная Армения. Соседание правительства Западной Армении. Поп Менендес призывает США резко отреагировать на вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении. Демократические страны должны быть на стороне Армении. Реакция канадского сенатора на действия Азербайджана. Мы не собираемся отдавать ни одного метра наших территорий. Азербайджан должен уйти. Сообщение Министерства обороны Республики Армения. В Джавахке началась реконструкция парка Хасбахча. Застопримечательности Западной Армении. Чудо природы. Озеро Сюдуклу в Дерсиме. Арсахские мосты. В музее Туманяна откроется фотовыставка Зухраба и Иркояна. Указ президента Республики Западной Армения под номером 88. от 11 мая 2021 года в связи с назначением генеральным консулом Западной Армении в Соединенных Штатах Америки в городе Лос-Анджелесе. Президент Республики с учетом увеличения количества обращений за гражданством Западной Армении и Соединенных Штатов Америки в Лос-Анджелесе, с учетом постановления от 12 марта 2014 года под номером 6, принимая во внимание статью 77 Конституции, указывает. Статья 1. Назначение генерального консула Республики Западной Армении в Лос-Анджелесе в Соединенных Штатах Америки в лице господина Рафина Заряна. Статья 2. Назначение предусматривает срок на 3 года с возможностью продления. Статья 3. Решение публикуется в официальном вестнике Республики Западной Армении. Указ подписал президент Республики Западной Армении Армен Акабраме. Очередное заседание правительства Западной Армении в режиме онлайн состоялось 13 мая. Заседание ввела премьер-министр Западной Армении Седа Меликян. В ходе заседания обсуждалось 8 вопросов, 5 из которых не освещались, а один был скрыт. В ходе заседания обсуждался вопрос диверсионного проникновения Азербайджана на территорию Сюника. Подведены итоги деятельности правительства в апреле в рамках мероприятий, посвященных годовщине геноцида против армян. Председатель комитета Сената США по внешним связям Боб Менедес выступил с заявлением по поводу сообщения о незаконном вторжении Азербайджана в Сюникскую область Армении. Нарушение суверенной территории Армении Азербайджанской армии является актом опасной незаконной агрессии, которая подчеркивает постоянную угрозу, с которой продолжает сталкиваться армянский народ. После разговора с послом Армении в США стало ясно, что США и международное сообщество должны очень сильно отреагировать на это вторжение, чтобы Азербайджан осознал, что его злонамеренные действия будут иметь серьезные последствия. Когда в прошлом году Азербайджан напал на армянский народ, бывшая администрация США не вмешалась и предоставила диктаторам Алиеву, Эрдогану и Путину возможность решать судьбу армянского народа, говорится в заявлении. Повтора этого допустить нельзя. Я призываю администрацию Байдена рассмотреть этот вопрос на самом высоком уровне, чтобы дать понять, что Азербайджан должен уважать суверенитет Армении и что дальнейшая угроза и агрессия просто неприемлемы, сказал Менендес. Канадский сенатор Лео Хусакос охарактеризовал действия Азербайджана на границе с Арменией как опасные и агрессивные. Как сообщает Армен Пресс, сенатор в своем микроблоге в Твиттер отметил, что демократии должны быть на стороне Армении. Нарушение суверенной территории Армении азербайджанскими войсками является опасным, незаконным и агрессивным действием, которое подчеркивает непрекращающуюся угрозу, с которой продолжает сталкиваться народ Армении, сказал сенатор. С 12 мая некоторые группы военнослужащих вооруженных сил Азербайджана пересекли государственную границу Армении и приняли меры по ограждению Черного озера. Армянские вооруженные силы провели тактические контратаки. Азербайджанцы, дислоцированные в некоторых прилегающих районах, покинули оккупированные территории в результате тактических контратак армянских вооруженных сил. Ни о каких случаях применения огнестрельного или другого оружия вооруженными силами Армении или Азербайджана пока не сообщалось. Около 250 военнослужащих вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся в пределах государственных границ Армении, в некоторых частях Суниска и Гегархуниска областей. Азербайджанская армия продолжает оставаться в пределах государственной границы Армении в районах Суник и Гегархуник. Об этом Ньюс АМ сообщили в Минобороны. Как сообщает пресс-служба Министерства, армянская сторона четко изложила свою позицию в ходе переговоров, настаивая на том, что это наши территории и мы не собираемся отходить от них даже на метр. Они обязаны уйти. Реконструкция центрального парка Ахалки-Алаки началась и идет уже несколько дней, сообщает сайт jnews.gm. Объявленный электронный тендер в 279 тысяч лари на обновление парка выиграла организация New Project. Согласно плану реставрации в парке Хасбахча отремонтируют дорожки, вместо обычного асфальта вымастят брусчатку, отремонтируют фонтан. В парке установят уличные тренажеры, новое освещение и многое другое, чтобы сделать парк еще более привлекательным. Реконструкция парка продлится три месяца. Озеро Сулуклу в Дерсиме, Республика Западная Армения, расположенное у подножия гор Мецгерт-Масгирт, отличается своей природой и фауной. Озеро, окрашенное весенними красками в это время года, стало еще красивее и впечатляюще своей десной природой и разнообразием диких животных. Провинция Масгирт, расположенная на высоте 1430 метров над уровнем моря, где расположены горячие источники крепости Голан-Мецгерт, также привлекает внимание в любое время года своей природой, историческими местами, богатыми видами растений и птицы. Озеро, которое питается грунтовыми водами у подножия гор Масгирт и полностью замерзает зимой, является самой важной природной системой города с его камышами и видами животных. Помимо лягушек и змей, здесь обитают такие птицы, как аисты, красные утки, зеленоголовые утки и другие. Если вы желаете увидеть этот райский уголок в Западной Армении и надолго получать яркие впечатления, обязательно посетите его. Фотографии Зограба Иркуаяна, главного редактора официальной газеты МРАН, администрации Кашатакского района, журналиста, фотографа борца за свободу Арцаха, в которых отражено монументальное наследие армянского Кашатака, будут представлены в разделе Арцахские мосты. Как сообщает Армен Пресс, выставка откроется 18 мая. Она продлится до 28 мая. Зограб Иркуаян выступит на выставке Кашатак в фотографиях. Кашатакский район Арцаха включает бассейны реки Агар и бассейны нижнего течения реки Воротан, Вохчи и Цав, включая реки Агачех, Кашатак, Ковкасан, Кашуник, Габанд и другие, а также провинции Бертадзор и Вайкуник. Далее для вас музыкальная группа Шаракан Ярук Муним. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok